Вятские старости Видимо, нарушение правил ловли рыбы было актуально во все времена. Об этом сообщала газета «Авиатская речь» столетней давности. С апреля до середины июля 1912 года ловля рыбы, какими бы то ни было снастями в старицах, прудах и озерах, совершенно воспрещается, кроме удочки. Между тем, это требование закона исполняется населением крайне неохотно. Рыбка ловится всякими снастями и во всех водах, несмотря на преследование браконьеров полицейской стражей. Благоустройство города – извечный вопрос. Чтобы достучаться до градоначальников, газета «Авиатская речь» сто лет назад с возмущением писала. Не мешало бы кому следует обратить внимание на тротуары у присутственных мест. В ближайшие дни проходящие могли наблюдать картину, как одна гимназистка тащила другую из провала. Требуют ремонта тротуары около железной решетки Александровского сада. В газете «Северное слово» жители Старой Вятки увидели следующее объявление, которое, наверное, порадовало их детей. В коммерческом клубе состоится детский вечер, туманные картины, игры, танцы под оркестр музыки, кукла-загадка «Отгадай мое имя», каждому ребенку бесплатный подарок, продажа игрушек. Детский вечер будет длиться в течение трех часов. Пвятские старости. Новости из прошлых столетий.